Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС и ФМ Новости. В студии я, Лили Гусенли. Для начала, коротко о главном. В Плачине прошло шествие флага, в котором приняли участие жители освобожденного города, ветераны Второй Крабахской войны и члены семей героев. В Армении не утихают дискуссии вокруг фильма СБС об азербайджанском наследии Еревана. Разлучали обвинения в адрес Министерства культуры в содействии азербайджанцам. 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в понедельник в сектор газа через контрольно-попускной пункт Рапах. На север Франции и Бельгии обрушились проливные дожди. Метеорологи объявили красный уровень погодной опасности. Поступление в Государственный нефтяной фонд Азербайджана от экспорта углеводородов с месторождения Шахдани с начала года составили 1,183 млрд долларов. В Ачине накануне состоялся марш флага с участием жителей освобожденного города, ветеранов Второй Карабахской войны и членов семей героев. Национальный флаг Азербайджана по городу принесли также сотрудники Министерства науки и образования и представители общественности. Марш посвящен 9 ноября, дню государственного флага Азербайджана. Ставшее уже традиционным мероприятие проводится с 2014 года при совместной организации Министерства науки и образования и обороны. В 2014-2016 годах шествия прошли в Баку, в 2017 году в Тартарском районе, в 2018 в городе Дизе, а в 2019 в поселке Кузан-Лагдамского района. В этом году марш впервые проведен на освобожденных от оккупации территориях. Каждый раз, когда мы проводили эти шествия, мы испытывали большую надежду. В то же время были уверены, что наш флаг будет воздружен на освобожденных территориях Карабаха. Около 30 лет мы ждали этого дня и под руководством нашего президента, главнокомандующего вооруженными силами, наши доблестные вооруженные силы освободили эти земли. И каждый раз наш президент во всех освобожденных районах водружает наше знамя. Мы считаем, что это миссаж всему миру, что есть сильный Азербайджан. И мы показываем эту силу и нашим друзьям, и нашим врагам. А подробнее тему восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности на фоне продолжающихся конфликтов в мире, мы поговорим с нашим гостем. К студии подключается Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Здравствуйте, Расим Мелли. Здравствуйте, Лили. Итак, Азербайджан, опираясь только на собственные силы, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность. Мы можем это наблюдать на фоне бессилия международного права в российско-украинском конфликте, а также и на Ближнем Востоке. В чем кроется причина предвзятой политики Запада в этих случаях? Ну, вопрос не просто Запада. А что, разве Россия в вопросе конфликтов выступала, скажем, с чистой юридической позиции на стороне международного права? Нет. Да и Китай тоже нельзя сказать, что в этом вопросе занимал какую-то особую принципиальную позицию. Ну, конкретно, например, вот в том войне между Россией и Украиной. Потому что все формально, конечно же, делают заявление о поддержке международного права. И когда азербайджанские территории находились под армянской оккупацией, в общем, заявление, которое делала та же самая Россия, и Соединенные Штаты Америки, и Германия, и Франция, все на словах выступали в поддержку принципа территориальной целостности и, в общем, не шли на признание территориальных захватов, осуществленных Арменией. Но подлость поведения больших держав заключалась в том, что на словах, выступая в поддержку принципа территориальной целостности, они ничего не хотели и делали для того, чтобы принудить страну-агрессора, оккупанта, в соответствии с резолюциями международного права, вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Посмотрите, сейчас там парламент Франции, парламент Нидерландов, я не знаю, какие-то еще другие, там Бельгия, Люксембурга, Испания, принимают какие-то резолюции грозные против Азербайджана, хотя международное право на стороне Азербайджана. С предупреждениями. И что-то мы не слышали подобного рода заедений, призывов, каких-то, скажем, угроз в адрес Армении, если она откажется выполнять решение Совета Безопасности. Нас как будто бы пытались подталкивать к уступкам. Дело в том, что да, на стороне Азербайджана международное право. Но в международном праве действует правило. То, о чем стороны договорились, закон. То есть, если Азербайджан, устав от того, что давления на Армению нет, Азербайджан сам не может восстановить территориальную целостность, более того, нас настойчиво предостерегают от того, что, смотрите, ни в коем случае нельзя использовать силу для восстановления нарушенных собственных прав. И что война никакого решения не даст. Все время вот это повторялось из раза в раз. Но ничего не делали для того, чтобы вразумить Армению. И, в общем, подталкивали к тому, чтобы мы какую-то часть территориальных амбиций Армении удовлетворили. И за счет этого что-то без войны получили. Но Азербайджан стоял принципиально на том, что ни одного пяти азербайджанской земли Армениям не будет отдан. Ну и в тот момент, когда мы полностью убедились в том, что лицемерное поведение больших держав нацелено на то, что или, ну скажем, Азербайджан пошел на неприемлемые для него уступки в пользу армян. Ну а если нет, сохранить бесконечно долго нынешнюю ситуацию, когда Армения оккупирует азербайджанские территории. Но в отношении Армении не применяется никаких мер принуждений. Ну и Азербайджан вынужден был в соответствии с международным правом, который признает за стороной, которая подвергла нападению, оккупации, использовать силу для восстановления своей территориальной целостности. Что Азербайджан и сделал в результате 44-дневной победоносной Второй Карабахской войны. Говоря о неэффективности внешнепоэтического курса некоторых стран, мы стали свидетелями также фиаско американской дипломатии. Ведь госсекретарь США Антони Блинкен совершил турне по ближневосточным странам. Однако, по мнению некоторых экспертов, он не добился должных результатов. И также стоит отметить, что подобная обеспокоенность также не наблюдалась в вопросе Карабаха. И озабоченность не наблюдалась в вопросе региона Южного Кавказа в целом. Согласны ли вы с оценкой, что США все-таки не достигли желаемого на Ближнем Востоке? Да, пока, во всяком случае, не достигли. Потому что мир призывает остановить нынешние военные столкновения. И в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, многих резолюций Генассамблеи ООН, решить вопрос так, как это предполагалось изначально. Два государства для двух народов. Палестин, государство для Израиля создано, чтобы было создано государство для палестинских арабов. Ну, большой, скажем, то, что плохо, это то, что палестинцы были раздроблены. Хамас не признавал, значит, правительство Махмуда Аббаса. И, в общем, откровенно занимался террористической деятельностью. И сейчас очень серьезная идет дипломатическая работа. Пока она, в общем, не результативная. Потому что, ну, Махмуда Аббас заявляет, что только после того, как он установит контроль своего правительства над Газой, и будет ему гарантировано, что, значит, восточная часть Иерусалима, значит, восточный берег Иордана и Газа составит палестинское государство. Он готов взять на себя ответственность, в том числе и над Газой. Понятно, что там очень серьезные предстоят в таком случае и восстановительные работы. Там нужно будет с остатками террористического организации «Хамас» еще разобраться. Потому что пока там будет «Хамас», это ведь угроза не только для Израиля. «Хамас» начал свою деятельность с того, что, значит, либо убил, либо унизив, значит, изгнал с территории Газы представителей «Татха». Ну, законного на то время правительства палестинской автономии. Так что работа там еще предстоит большая, но пока, во всяком случае, не видно, чтобы в какие-то там совсем ближайшее время военные действия в Газе Израиль прекратил. Потому что он поставил перед собой конкретную задачу – это освобождение заложников. И там 240 заложников захвачено «Хамасом». И, в общем, фактически всю инфраструктуру «Хамас» на этой территории и саму организацию Израиль намерен уничтожить. Какие теперь перспективы роли США в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке? Ведь доводы именно Блинкина, они не были убедительны ни для руководства еврейского государства, говоря о гуманитарной паузе, ни для лидеров арабских стран. Ведь все еще имеются угрозы расширения конфликта. Или вот именно вот эту задачу, основную задачу – предотвратить расширение конфликта, решают Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть мы видим то, что на поверхности, что вот приезжает Блинкин, и пока не удается ему найти какое-то решение, добиться согласия сторон. Но надо видеть и другую сторону. Она заключается в том, что в Соединенные Штаты Америки две большие авианосные группы военно-морские подтянули к месту конфликта. Туда идет еще и, скажем, подводный ракетоносец. Соединенные Штаты Америки сосредоточили такие там большие силы именно для того, чтобы никто больше в этот военный конфликт не вмешивался. И пока эту задачу Соединенные Штаты обеспечивают. Ну, и не арабские страны, не Иран, никто в это военные действия не пытается вмешаться. И даже, ну, скажем, та же самая Хезболлах, которой руководит Иран, не из Сирии, где находятся иранские прокси, по-серьезному вмешаться в этот конфликт не торопится. И я думаю, что в этом смысле Соединенные Штаты Америки предотвращает расширение этого конфликта, который, ну, очень большими рисками для не только Израиля и палестинцев грозит. Ну, а вторая часть, конечно, дипломатическое урегулирование этого конфликта. Если бы оно было бы легкое, то за, ну, период, то за, в общем, за 70 лет как будто бы нашли бы формулу урегулирования. Ну, во всяком случае, Соединенные Штаты Америки в этом направлении прикладывают усилия. Я просто хотел бы заметить, что Соединенные Штаты Америки не всесильны. Да, это самые сильные, самые могущественные государства в мире, но они не всесильны. И одновременно могу сказать и то, что там, где есть Соединенные Штаты Америки, это еще не гарантия того, что вопрос будет дипломатическим путем урегулирован. Но там, где нет Соединенных Штатов Америки, там вообще ничего не движется вперед с точки зрения переговоров и достижения какого-то урегулирования. Благодарю, Расим Мелим, спасибо за Ваш комментарий. На прямом подключении со студии был депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. А мы продолжаем наш выпуск. Сегодня проходит суд над Вагифом Хачатрианом, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мещали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований. Прокурор по делу потребовал приговорить Вагифа Хачатриана к 15 годам лишения свободы. В своем выступлении прокурор заявил, что первые пять лет срока Вагиф Хачатриан должен провести в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Адвокат попросил у суда время для защитной речи. В процессе был объявлен перерыв до 14.00. Гражданин Армении Хачатриан Вагиф, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мещали, был задержан в июле этого года на Лачинском погранично-пропускном пункте. Преступная группировка, членом которой он являлся, в декабре 1991 года убила 25 азербайджанцев в селе Мещали Хачатрианского района, ранила 14 человек и выселила 358 азербайджанцев в законного места жительства. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 103 «Геноцид» и 107 «Депортация или принудительное переселение населения». В армянских средствах массовой информации не утихают дискуссии вокруг фильма азербайджанского телеканала CBC «Скрытое наследие Еревана». Несколько недель съемочная группа работала в Ереване, документируя объекты историко-культурного значения, связанные с азербайджанским народом. Были проведены съемки в мечети Тепябаши, где сейчас проживают армянские семьи. Стало известно, что французские и американские инвесторы планируют снести остатки мечети вместе с кварталом, где ранее жили азербайджанцы. Семочная группа телеканала CBC в рамках проведения съемок в Ереване побывала в доме сына Панахана Макинского Алихана. Эти кадры запечатлели плачевное состояние некогда величественного особняка. Также съемки прошли на месте, где ранее находилась мечеть сардаром. До недавнего времени о ней напоминала лишь сохранившаяся стена. Сама мечеть была преднамеренно снесена армянами. Семки проводились внутри и снаружи голубой мечети в Ереване, а также в селе Джафарабад, нынешнее название Аргаванд, где располагается мавзолей Эмира Саада. Выяснилось, что объекты азербайджанского культурного наследия в Армении в основном разрушены, а немногочисленные уцелевшие из них позиционируются как персидские или туркменские памятники. В интервью телеканалу Си-Би-Си большинство нынешних жителей Еревана предпочитали не упоминать азербайджанцев, скрывая факты о том, какой народ жил в городе. Можно про этот район рассказать, его историю? Кто здесь был вообще? Здесь древние дамы были, маленькие. Кто здесь жил? Люди. После показа фильма «Скрытое наследие Еревана» продолжаются поиски виновных в том, как азербайджанской съемочной группе удалось свободно работать в Ереване. Рассматриваются различные версии и озвучиваются обвинения в адрес властей, указывая, что без их ведома съемки были бы невозможны. Вряд ли азербайджанская съемочная группа могла бы столь вольготно чувствовать себя в самом центре Еревана, проводить съемки, беседовать с жителями без ведома и поддержки властей Республики Армении, пишет ресурс «Голос Армении». Одни обвиняют Министерство образования, науки, культуры и спорта во главе с Жанной Андреасян в содействии азербайджанцам. По их мнению, к ведомству за содействием обратилась ЮНЕСКО с просьбой организовать съемку азербайджанского телеканала. Сторонники этой теории убеждены, что съемки фильма курировала начальник Департамента культурного наследия и народных ремесел Астхик Марабян. Другие озвучивают предположение о сговоре отдельных представителей правящей верхушки с Азербайджаном с целью постепенной передачи части территории Армении. Дело дошло до того, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило заявлением, указав, что не выдавало разрешение и не участвовало в организации съемок азербайджанского фильма в Ереване. Армянские пользователи считают, что Минкульт не мог не знать о съемках. А если Минкульт действительно не знал, то речь идет о попущениях службы нацбезопасности. Армянским СМИ, которые не могут представить реальные факты и аргумент опровержения, остается только искать виновных в съемках фильма в Ереване. Возможно, армянским властям стоит проявить больше терпимости и позволить азербайджанцам время от времени снимать подобные фильмы в Ереване, если это поможет армянским СМИ поддерживать творческую активность и самореализацию. Главное, чтобы это не выходило за рамки здравого смысла. По меньшей мере, 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в понедельник в сектор газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. Об этом сообщило на своей странице соцсети ИКС Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях. В управлении также отметили, что гуманитарная помощь включает в себя медикаменты, продукты питания и воду. Сухопутные войска армии обороны Израиля в ходе наземной операции на севере сектора газа продвинулись к штабу радикального паестинского движения «Хамас» возле больницы Ашифа. Об этом сообщила газета The Times of Israel. Также представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе ударов ВВС были убиты несколько полевых командиров «Хамас». Кроме того, армейская пресс-служба Израиля сообщила, что накануне сирены воздушной тревоги, предупрежающие об угрозе ракетной атаки, впервые за сутки прозвучали в прилегающих к сектору газа районах страны. 7 октября 2023 года палестинская группировка «Хамас» совершила беспрецедентное нападение на Израиль. Ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники. Субтитры создавал DimaTorzok А подробнее о ситуации на Ближнем Востоке поговорим с собственным корреспондентом CBC в Израиле Романом Янушевским. Он выходит на прямую связь со студией. Здравствуй, Роман. Итак, завершилось заседание Совета безопасности ООН. Что известно, какие решения были приняты? Завершилось заседание Совета безопасности ООН, посвященное войне в Газе. Оно проводилось за закрытыми дверями, длилось несколько часов, и стороны так и не смогли принять общую резолюцию, посвященную этой теме. Как сообщается, за закрытыми дверями шли достаточно серьезные споры, возникли разногласия по поводу того, что следует принять, какое именно решение. Большинство стран СовВеза настаивают на том, чтобы ввести режим прекращения огня, чтобы боевые действия прекратились в секторе газа. Соединенные Штаты Америки настаивают на том, что необходимо обозначить кратковременную гуманитарную паузу, для того, чтобы желающие жители сектора газа могли покинуть опасные районы, и чтобы можно было на территорию сектора доставить гуманитарную помощь, продовольствие, воду и так далее. И это выявляет, на самом деле, достаточно серьезные разногласия среди ведущих политических игроков. И у нас получается такое некое сближение, некий союз формируется, Россия, Иран и в каком-то смысле Китай, противостоящие в данный момент Соединенным Штатам Америки. Но, что характерно, если мы говорим про оказание гуманитарной помощи, в данный момент Франция ведет переговоры с Египтом о том, чтобы развернуть свой полевой госпиталь на территории сектора газа. Это возможно при согласовании с Египтом и с Израилем. Объединенные Арабские Эмираты уже объявили о намерении открыть подобный госпиталь на 150 коек, и уже скоординировали свои действия с Израилем. Самолет со всем необходимым уже готов направиться в Эль-Ариш, в Египет, на северную часть Синайского полуострова, чтобы затем в течение ближайших пару дней развернуть этот госпиталь. С аналогичными предложениями выступает и Саудовская Аравия. Я думаю, что подобных инициатив будет сейчас все больше. Тут следует напомнить об интервью, которое дал телеканалу ABC Бениамин Нетаньягу, премьер-министр Израиля. Этой ночью он сообщил о том, что вопрос о постоянном прекращении огня или продолжительном прекращении огня даже не стоит на повестке дня до тех пор, пока Хамас не освободит заложников израильтян. В плену у боевиков Хамаса и у других группировок находится более 240 израильтян. Точное количество их пока неизвестно, потому что есть еще люди, считающиеся пропавшими без вести. Неизвестно, живы они или нет. И именно это имел в виду Бениамин Нетаньягу, что их следует немедленно освободить. Только тогда уже можно обсуждать какие-то другие гуманитарные вопросы. При этом Нетаньягу сказал, что гуманитарные паузы обязательно будут, час тут, час там, для того, чтобы где-то жители северной части сектора могли покинуть эту опасную территорию, опять же, доставить гуманитарные грузы и так далее. Между тем, армия обороны Израиля опубликовала новые сообщения. Армейская пресс-служба разъяснила по поводу сообщений из сектора Газы о странных действиях армии в районе больниц Шифа и Аль-Хуц. Кадры, которые появились в интернете, показывают различные осветительные ракеты, в то время как Хамас заявил о том, что будто бы израильская армия наносит удары по больницам. Никакого нанесения ударов по больницам не было. Однако выяснилось, что в здании, которое находится рядом с больницей Аль-Хуц, забаррикатировалась большая группа боевиков. И вот по этому зданию, не по самой больнице, был нанесен удар с воздуха. И после этого кадры показали вторичную детонацию, то есть в этом месте находилась взрывчатка или ракеты. Действительно, боевики там оборудовали какой-то штаб. Элиор Леви, военный корреспондент 11-го телеканала израильского, сообщил со ссылкой на собственные источники в секторе Газа по поводу бункера, который находится под больницей Шифа в Газе. Это самая крупная больница в секторе. И уже давно известно, что там есть целый подземный этаж, связанный с подземными туннелями Хамаса. И на этом подземном этаже находится один из ведущих штабов Хамаса. И, как стало известно этому журналисту со ссылкой на источники в секторе Газа, там находится штаб пропагандистского отдела Хамаса. А что касается лидеров боевого крыла и лидеров политического крыла Хамаса, то они постоянно перемещаются по подземным туннелям, опасаясь попыток точечной ликвидации со стороны израильской армии. И действительно, израильская армия старается действовать, старается ликвидировать всех, кто причастен, во-первых, к бойне 7 октября, но и также командиров всех уровней. И в первую очередь командиров тактического среднего звена, чтобы нарушить взаимодействие между верхним командованием Хамаса и командирами на местности для того, чтобы помешать их координации. Сообщается также сегодня о ночной операции, которая прошла в городе Туль-Карм на западном берегу. Это палестинский город, где сутки назад был ликвидирован местный командир ячейки Хамас местный командир ячейки Хамас и еще несколько боевиков. После того, как прошли их похороны вчера, израильская разведка зафиксировала присутствие различных вооруженных людей в этих похоронах. И после анализа ситуации стало ясно, какие именно боевики там были. И сегодня ночью была произведена попытка массового ареста этих боевиков. В некоторых местах разгорелись бои. В частности, сообщается о применении дрона «Камикадзе», который нанес удар по группе боевиков, обстреливающих израильских солдат. О потерях на израильской стороне не сообщается, а конкретно эти боевики были ликвидированы. Таким образом, мы видим еще один очаг напряженности, на этот раз на западном берегу. И также сообщается о ночных арестах в городе Джанин, тоже на западном берегу, в северной его части. Именно там сильные позиции Хамаса, исламского джихада. Традиционно из этого города вышло очень много боевиков. И до сих пор он считается таким оплотом этих исламистских группировок. Собственно, у администрации в Рамале очень мало влияния. Практически нет никакого влияния в этом городе. То есть там нет никакого суверенитета, если можно так сказать, палестинской автономии. И он находится полностью под контролем боевиков этих исламистских группировок. Интересный момент. Сообщение появилось вчера. Оказывается, один из известных криминальных кланов бедуинских в пустыне Негев на территории Израиля объявил кровную месть Хамасу. Выяснилось, ну это уже известный факт, что среди 1400 плюс-минус погибших израильтян, которых убили жестоко боевики Хамаса и других группировок 7 октября, среди них были десятки и арабских граждан Израиля, как израильские арабы, так и бедуины. И один из них, одного из них жестоко убили боевики Хамаса, несмотря на то, что они единоверцы, несмотря на то, что они говорят на одном языке. И этого молодого человека перед смертью жестоко пытали. После того, как об этом стало известно членам этого бедуинского клана, одного из самых влиятельных в Израиле, они объявили награду в 1 миллион долларов за любую информацию, которая может помочь определить убийц, их соплеменника. И этим убийцам уже объявлена кровная месть. Это означает, что фактически бедуинский клан объявил войну конкретным боевикам, которые так поступили с этим молодым человеком. Ну а до сих пор в Израиле продолжается процедура опознания тел погибших. Прошло уже месяц, да, уже 32-й день войны. И до сих пор есть пара сотен неопознанных тел или фрагментов тел, они повреждены настолько сильно, что даже ведущие мировые судмедэксперты, которые съехались в Израиль, очень медленно работают, пытаясь определить и понять, кому они принадлежат. Сообщается о том, что были привлечены к работе даже израильские археологи, казалось бы. Но у археологов есть свои инструменты, которые позволяют определять место, во-первых, те места, где были найдены погибшие, а также по каким-то фрагментам позволяют идентифицировать погибших. И сообщается о том, что археологи помогли опознать как минимум 10 погибших израильтян. Так что их работа, их вклад тоже может быть очень и очень полезен. Ну а тем временем в Израиле пока что относительно спокойно были обстрелы, но они немногочисленные. Сообщается о том, что в целом интенсивность ракетных обстрелов понизилась. Во всей видимости, это связано с сухопутной операцией армии обороны Израиля. Армейская пресс-служба уже несколько дней подряд публикует периодически то ролики, то фотографии с найденными пусковыми установками, которые находятся на территории школ, мечети, молодежных центров. И я думаю, что подобных находок будет все больше. Таким образом, все больше территории сектора газа находится под контролем израильской армии, что затрудняет ракетные обстрелы боевиками израильской территории. Пока что мы видим, что есть значительное снижение этих обстрелов. Это не означает, что они полностью прекратились. Скорее всего, они, конечно же, боевики не утратили подобную способность и подобную возможность. Тем не менее, факт налицо. Обстрелов стало значительно меньше. Студия. Благодарю, Роман. Напомню, что на прямом подключении со студии был собственный корреспондент CBC в Израиле Роман Янушевский. А мы продолжим наш выпуск экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Анастасия Панарина. Торгово-экономическое взаимодействие, транспортно-логистические маршруты, эти и другие вопросы обсудили в Шанхае участники 9-го заседания Китайско-Азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Делегацию из Баку возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, а китайскую – заместитель министра торговли Лин Цзи. Китайские компании успешно действуют в Азербайджане в различных отраслях, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг, строительстве, транспорте. Вице-премьер пригласил китайские компании активно участвовать в масштабных строительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных территориях. Также Шахин Мустафаев отметил значение транскаспийского международного транспортного маршрута, который является важнейшей частью среднего коридора. Азербайджан и Китай успешно сотрудничают в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере. В прошлом году объем торговых отношений между Азербайджаном и Китаем возрос на 21% по сравнению с прошлым годом. Увеличение объема взаимной торговли примерно на 50% за 9 месяцев текущего года расценивается как показатель хорошей положительной динамики. По данным таможенной статистики, в общем товарообороте Азербайджана на долю торговли с Китаем пришлось без малого 6% против 4-х годов ранее. В том числе азербайджанский экспорт в КНР оценивается в 71 миллион 600 тысяч долларов с ростом на 67%. Поставки товаров и услуг из Китая в Азербайджан увеличились на 48,7% и составили 2 миллиарда 210 миллионов долларов. Между тем, замминистра торговли КНР заявил, что его страна заинтересована в увеличении импорта из Азербайджана. Лин Ци рассказал о перспективах сотрудничества по совместным инвестиционным проектам. Отметил потенциал взаимодействия стран в области зеленой энергии и цифровых технологий. Китай готов расширять импорт высококачественной азербайджанской продукции, поощрять предприятия, инвестировать в Азербайджан и повышать уровень экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В заключении встречи был подписан протокол 9-го заседания Азербайджана-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Роль ресурсов и инфраструктуры Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы может быть дополнена усилиями Хорватии по диверсификации источников поставок природного газа. Экономическое сотрудничество двух стран обсудили накануне в Баку премьер-министры Алиас Адов и Андрей Плинкович. Главы правительства выразили удовлетворение динамикой сотрудничества в торгово-экономической сфере. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 28%. Отмечено и наличие хороших возможностей для увеличения взаимных инвестиций, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана. Стороны также указали на энергетическую безопасность как один из актуальных вопросов глобальной повестки дня. На встрече было отмечено, что Азербайджан внес важный вклад в энергобезопасность Европы благодаря своим богатым энергетическим ресурсам и инфраструктуре. В то же время, что касается усилий Хорватии под диверсификацией поставок газа, была отмечена важность проекта ионически-адриатического газопровода, который является продолжением трансадриатического маршрута. Также премьер-министры рассмотрели перспективы двухсторонних отношений в транспортно-транзитной сфере, возобновляемой энергетике и других областях. Зангелан будет развиваться как город-парк с градостроительными инновациями. Об этом сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана. Для разработки генерального плана Зангелана Госкомитет привлек в сотрудничество авторитетную швейцарскую компанию «Сапатнерс» и Бакинский государственный проектный институт. Город будет отличаться высоким качеством жизни в нем благодаря прекрасному клевоту, живописному ландшафту, речному бульвару и другим общественным зонам. Также привлекательность Зангелана обеспечит умная мобильность, зеленая энергетика, комфортная городская среда и современная социальная инфраструктура. Здесь построят четыре дошкольных предприятия, три средние школы, центральную больницу и амбулаторную поликлинику, центр культуры, музейные комплексы, победа и оккупация и другие объекты. По гем-плану площадь города составит 333 гектара, а численность населения – 16 тысяч человек. Согласно концепции генерального плана, Зангелан будет развиваться как центр логистики, туризма и торговли, возобновляемых источников энергии, современных инноваций. Расположение города на международном транспортном коридоре укрепит его роль стратегического пункта и станет импульсом для быстрого развития. Построенный в непосредственной близости от города по самым современным мировым стандартам и уже введенный в эксплуатацию международный аэропорт Зангелана, строящиеся магистральные железные и автомобильные дороги сделают город важным региональным логистическим центром. Реализация природного газа и конденсата, добытых на месторождении Шах-Деонис в азербайджанском секторе Каспия, принесла за три квартала текущего года Государственному нефтяному фонду Азербайджана 1,183 млрд долларов. Это на 2,2% ниже прошлогоднего показателя. Такая динамика связана в том числе со снижением на 21% доходов от продажи конденсата. За январь-октябрь поступления по этой линии превысили 259,5 млн долларов. В настоящее время производственные мощности Шах-Деонис позволяют добывать порядка 27 млрд кубометров топлива в год. Эксперты Центра экономических исследований и реформ Узбекистана считают, что рост экономики страны по итогам этого года составит 5,5%. Прогноз подготовлен на основе современных инструментов оценки рекомендованных МВФ. В январе-сентябре 2023 года наблюдался значительный рост активности в промышленности и сфере услуг. Ожидается, что объем конечных потребительских расходов и воловых инвестиций по сравнению с предыдущим годом увеличится почти на 5% и 7,5%. Соответственно, рост экспорта товаров и услуг составит примерно 21%, импорт увеличится на 21,5%. До конца года основными факторами роста экономики станут государственная экономическая политика, устойчивая внешняя торговля, влияние структурных реформ и увеличение инвестиций. Фундамент электростанции мощностью 1574 МВт на Туркменском побережье Каспийского моря заложил президент Туркменистана Сирдар Берды Мухамедов. Станцию построит турецкая компания «Чалэк Энерджи». Проект позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение внутренних потребителей электроэнергии. Также планируется увеличить объемы энергоэкспорта. Электростанция, создаваемая на основе последних технологий, будет иметь четыре газовые и две паровые турбины. В эксплуатацию ее планируется ввести в мае 2027 года. Отметим, что на переговорах в октябре президентов Турции и Туркменистана Режепа Тайбер Догана и Сирдара Берды Мухамедова обсуждалась возможность поставки через третьи страны в Турцию туркменской электроэнергии. За первое полугодие производство электроэнергии в Туркменистане выросло более чем на 6,5%, а ее экспорт увеличился почти на 8%. Центральная Азия в 2028-29 годах столкнется с постоянным и устойчивым дефицитом воды. Он оценивается примерно в 5-12 кубических километров. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на Всемирном конгрессе по гидроэнергетике. В указанный период региона ожидает значительное увеличение спроса на электроэнергию, отметил эксперт. Указав, что гидроэнергетика играет ключевую роль не только в генерации, но и в регулировании речных стоков для орошения. В связи с этим центрально-азиатские страны заинтересованы в многоцелевом использовании своих водных ресурсов и хотят привлекать инвестиции в развитие водного потенциала. Подгузов указал, что по оценке банка в Центральной Азии гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. Сейчас в регионе действует более 80 ГЭС, совокупной мощностью около 14 тысяч мегаватт. До 2035 года планируется увеличить эту цифру на 8 тысяч 900 мегаватт. В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна из Казахстана в КНР. Об этом сообщает продовольственная корпорация Казахстана. Документ планируется утвердить в рамках проходящей сейчас в Шанхае китайской международной импортной выставки. По итогам 10 месяцев продкорпорация подписала соглашение на экспорт 135 тысяч тонн зерна. Поиск новых рынков для сбыта казахстанского зерна продолжается. В целом экспорт сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай с начала года вырос вдвое и превысил 653 миллиона долларов. Товарооборот сельхозпродукции между странами только за январь-август 2023 года вырос на 73% и приблизился к цифре 800 миллионов долларов. Нестабильность в мире требует от Европейского Союза сосредоточиться на ключевых для ЕС дипломатических отношениях. К ним относятся и связи с Китаем. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, отношения с КНР станут определяющим фактором будущего экономического процветания и национальной безопасности. Глава ЕК добавила, что в нынешние неспокойные времена есть острая потребность в стратегической стабильности отношений ЕС с Китаем. Она сообщила, что Европейский Союз не желает отдаляться от Китая, но необходимо снизить риски в отношениях. Снижение риска, а не разделение. Эта стратегия, принятая сегодня всеми основными западными партнерами, подчеркнула председатель Европейской комиссии. Мы должны четко понимать, как меняется глобальная позиция Китая. Мы видим мощный толчок к тому, чтобы сделать Китай менее зависимым от мира, а мир более зависимым от Китая. Геополитику и геоэкономику больше нельзя рассматривать отдельно. Сегодня Китай является нашим самым важным торговым партнером с точки зрения товарного обмена, и мы не должны об этом забывать. Но в то же время опасения по поводу несправедливой и порой атакующей практики, нарушающей наш единый рынок, ощутимы и возрастают. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе Лейлии. Благодарю Анастасии. Напомню, что о наиболее актуальных экономических новостях рассказала моя коллега Анастасия Панарина. Продолжаем выпуск. Фонд «Возрождение Карабаха» и Открытое акционерное общество «Азерлотерея» презентовали свой совместный проект под названием «Все для Карабаха». Цель проекта – финансовая поддержка мерам по восстановлению и реконструкции азербайджанских земель, освобожденных от армянской оккупации, их экономическому процветанию. Проект стартовал с подписанием меморандума о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрена реализация совместных проектов и развитие сотрудничества. Председатель правления фонда «Возрождение Карабаха» Рахман Гаджиев подчеркнул важность донорской поддержки в реализации проектов, осуществляемых фондом на освобожденных территориях, и выразил благодарность всем донорам, тесно сотрудничающим с фондом. В рамках проекта часть средств, полученных от продажи билетов тиражной лотереей, проведенной ОАО «Азерлотерея», будет пожертвована в фонд «Возрождение Карабаха». Таким образом, каждый, кто получит тиражный лотерейный билет, получит возможность не только выиграть, но и поддержать восстановление освобожденных от оккупации территорий нашего родного Карабаха. Таких практик в мире достаточно много. Мы хотели бы, чтобы эта традиция получила широкое распространение и в нашей стране, чтобы больше людей внесли свой вклад в восстановление Карабаха. Спасибо. С момента своего основания «Азерлотерея» уделяла особое внимание реализации социальных проектов. Эти проекты у нас имеют две направленности – поддержка молодежи и спорта, и поддержка восстановительных работ в Карабахе. Мы уже взяли на себя проект по озеленению, в рамках которого на территории в 60 гектаров будут посажены 40 тысяч деревьев. Кроме того, мы оплачиваем обучение и другие расходы детей погибших героев, которые учатся в университетах Азербайджана и Турции. И третий проект мы решили реализовать вместе с фондом «Возрождение Карабаха». И часть прибыли «Азерлотерея» будет пожертвована на эти цели. Это будет долгосрочный проект, и мы надеемся, что к нему присоединятся и другие компании. Соединенные Штаты Америки отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. До этого сообщалось, что авианосец США Дуайт Эйзенхауэр прибыл в зону ответственности Центрального командования американских войск на Ближнем Востоке. Ранее также пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США отправят еще около 300 военных в зону ответственности командования американской армии на Ближний Восток. Могу ответить только в общих словах, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы, во-первых, защитить наши войска и объекты на местности, и, во-вторых, послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам, которые могут думать об эскалации. Мирное население и гражданская инфраструктура становятся жертвами наземных операций армии обороны Израиля. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. По его словам, гуманитарный кризис в секторе газа перерос в кризис человечества. Он отметил, что за четыре недели эскалации израильско-палестинского конфликта было убито рекордное число журналистов. Генсек также указал на необходимость поставок топлива в сектор газа. При этом Гутерреш подверг критике и действия палестинской группировки «Хамас», которая, цитата, «использует мирное население как живой щит и продолжает обстреливать Израиль». Наземные операции израильских оборонных сил и продолжающиеся бомбардировки угрожают жизни гражданских лиц – больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежище. Никто не находится в безопасности. Между тем, боевики «Хамас» используют гражданских лиц в качестве живых щитов и продолжают беспорядочно запускать ракеты по Израилю. Я повторяю свое полное осуждение отвратительных актов террора, совершенных «Хамас» 7 октября, и призываю немедленно и безусловно освободить заложников, находящихся в Газе. Ничто не может оправдать преднамеренное убийство, травмирование и похищение гражданских лиц. Защита гражданских должна быть превыше всего. Меня глубоко беспокоят явные нарушения международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем. Позвольте мне быть ясным. Ни одна из сторон вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права. Бельгийские и французские СМИ сообщают о мощных ливнях на северном побережье Франции и Бельгии, от которых особенно пострадали департамент Падекале и провинция Западная Фландрия. Национальная метеорологическая служба «Метеофранс» объявила красный уровень погодной опасности по категории «Наводнение для Падекале» из-за погодных условий. Прекратили занятия в школах. Метеорологи не исключают подъема воды в местных реках до 2,5 метров. В «Метеофранс» заявили, что относительно обычной нормы осадков, выпавшие, соответствуют 15 дням дождей. В некоторых коммунах Западной Фландрии водой залило улицы. СМИ отмечают, что наибольший ущерб нанесен городам Русселаре и Ипор. Несколько дорог пришлось закрыть для движения. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лили Гусейн-Лей. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин